Вадик, беги мне, бой! Вадик, я за тобой! Вадик, лови! 30-летний зритель ТАУ, Екатеринбуржец Николай, поделился историей поимки злоумышленника, проникшего на территорию коммерческого предприятия. Очевидцам удалось задержать воришку и даже снять его на видео. Однако, законного наказания тот избежал. Приезд полиции затянулся на три часа, за время которых жулик успел сбежать. Эта история произошла на северо-восточной окраине Екатеринбурга, в переулке Укромном, вблизи озера Шортаж. Здесь, по адресу Укромный 3, расположен автотехцентр БМВ, в котором Николай и четверо его друзей еще месяц назад работали автомеханиками. Но из-за конфликта с начальством вынуждены были уволиться. А спустя непродолжительное время на территории техцентра произошла кража со взломом. Несколько человек проникли в административное помещение, вскрыли сейф с деньгами и похитили личные вещи сотрудников. По словам Николая, именно он и его друзья, как недавно уволенные, оказались под подозрением у полиции. Молодых людей регулярно приглашают на допросы, но обвинения им предъявить пока не могут. И вот в одну теплую майскую ночь друзья собрались у своего приятеля в частном доме, расположенном прямо напротив их бывшей работы. Сидели пили пиво, жарили мясо. Как просто парень заметил, что через забор перелазит толпа людей. Все. Мы туда, самого последнего успели задержать. Он весь в крови, естественно, свои отпечатки, ДНК все там оставил. Ты кто? Ты кто через забор отсюда перелез? Давай, чё обдергай. Димон, иди сюда. Ты давно туда лазишь? Да, ну я туда все равно подключаю. Подожди, стой, 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 стой. Ты давно оттуда лазишь? Ты работаешь? Я ничего там не украл, блядь. Ты прикинь, ты оттуда перелез. Вон, смотри, мусора, видишь, я еду. Давай. Никто не приедет к тебе, не переживай. Никто не приедет. Мы же тут стоим. Мусора не приедет, не переживай. Как позже выяснилось, эта фраза, сказанная для того, чтобы усыпить бдительность злоумышленника, поранившего ладони и колени о колючую проволоку, оказалась пророческой. Но в тот момент бывшие сотрудники БМВ-центра как раз-таки очень хотели сдать неизвестного полицейским. Стой, тормози, тормози. Ты один залез? Ты откуда пришел? Стой, стой! Стой, блядь! А, иди сюда! Лови его, блядь! Лови! По признанию Николаев, в ту ночь они, видимо, слишком много съели шашлыка. Так что догнать злоумышленника не смогли. Ты как его на заборе заметил? Мне сказали? А, блядь, у нас камера снимает, там все. Надеясь передать сыщикам хотя бы видеоизображение злодея, из-за которого, возможно, их самих уже две недели таскают на допросы, бывшие работники техцентра стали звонить в полицию. Вот звоним уже час в полицию на ЖБИ. Мы пресекли кражу, задержали подозреваемого. Он у нас, блядь, в тисках, блядь. Звоним уже час. Звоним в 112-9-1-1. Нам все говорят, что звоните в 102. В 102 звоним так же бессмысленно. 8-343-356. 42-02. 42-02. Ты зазвонился? Подождите, Кировский район. Он звонит. Смотрите, звоню. Давайте посмотрим, что будет. Как наша милиция работает. Полиция, извините. Понимая, что дозвониться в полицию напрямую у них не получается, молодые люди решили схитрить и вызвать скорую помощь. Контакта с коронавирусными больными не было? Нет, нет. Нам, девушка, нужна полиция 100% вместе с вами. Что там случилось у вас? У нас тут побои, кража. Мы подозреваемого задержали. Мы просто... Дело в том, что мы полицию уже два часа дождаться не можем. У меня на данный момент течет кровь. Но нам больше нужна полиция, потому что мы задержали подозреваемого в краже. У нас видеосъемка все есть, полиция к нам не едет. Могу я у вас заснять побои и тем самым вы сами полицию вызовете? В итоге, по словам Николая, полицейские все же приехали на вызов, опросили парней и уехали, сказав, что на весь отдел у них один экипаж, а вызовов много. Не заинтересовало видео возможного злоумышленника и оперативника, ведущего дело о краже в автотехцентре. У того, по словам нашего зрителя, был один вопрос. Он в маске был? Нет. Ну, значит, не он. Те были в масках. До взятия каких-либо отпечатков или образцов крови разговор даже не дошел. Мало того, не то, что экспертиза к нам никакая не приехала на ДНК, что-то взять. Просто к нам вообще никто не едет. Мы три часа ждем, пытаемся дозвониться. Нам максимально обидно, потому что мы же подозреваем их. Как нам быть? Помогите. Продолжение следует...